Добрый день или добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня мы снимаем для вас BMW X4 в кузове G. G-модель! Я снимал еще первый X4, когда он вышел на рынок, я был фасцинирован. Мне казалось, что X4 это что-то новое, маленький X6. Мне так он понравился, я так смотрел его, присматривался. Но то, что сделали не сейчас, это, конечно, скачок. Да и вообще весь кузов G стал намного лучше, чем кузов F. Это прям пропасть между ними. По мультимедиа, по движению, по характеристикам автомобиля, ну, все лучше стало. Я не привержен с BMW, для меня, в принципе, любой автомобиль немецкий или немецкой марки, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, они все прекрасные. И когда ты садишься после, например, японского автопрома, да, в немецкий, ты понимаешь, почему любим немцев. Во-первых, Carford, кайф от езды. А я приехал смотреть этот автомобиль и забирал его. Документы у меня сейчас здесь, даже с евро, там, евро курс подскочил. И забираю его, сажусь с него, еду, я просто кайфую от того, как он едет. Я просто кайфую от шумоизоляции, я кайфую от того, что в салоне. И насколько напичкан этот автомобиль, он в полной комплектации. Чуть позже расскажу об этом, какая комплектация у него. Я понимаю, что какой кайф ехать на BMW. Что-то я кайфанул от X4, может, просто из-за того, что он в такой комплектации. Но мне это нравится. В 3 литра бомба, бомба, тяга сумасшедшая. А вроде их 4. Ай, дизель, его не слышно. Парус здесь, конечно, сильный, у него при 200 км в час, такое ощущение, что ее подкидывает, знаете, в сторону. А может, это и... Ну-ка, сейчас попробую. Выключим управление, а может, это оно подруливает. Нет, стоит ровно. Едет отлично. Чуть-чуть вправо, чуть влево, он сразу сушается. Но нужно держать его постоянно. Резина широкая. Поддерживать постоянно надо. Вот я не знаю, то ли у него подвеска задняя так настроена, то ли у него реально резина широкая. Такое ощущение, как будто его жопу подкачивает. Вот ты 200, там 210 разгоняешься. И либо у него парусность сильная, что он так качает его, жопу такое ощущение, как будто подбрасывает. Но я бы сказал, не очень комфортно ехать 200. И иногда местами даже страшно. Я не думаю, конечно, что на этом автомобиле нужно ездить с такой скоростью. Примерно этот автомобиль стоит около 60 тысяч евро. Он 2019 года по производству. Да, тоже 2019. И в М-пакете. Он с мертвыми зонами. Он с комфортным входом. Он в белом цвете. Хотя белый цвет кому-то нравится, кому-то нет. Я считаю, что он, наоборот, придает какой-то свежести автомобилю. У нас машина из первых рук. Это немецкие документы у него в руках, да? Помощь при авариях фирма была. Называется помощь при авариях. BMW X4 X-Drive 30D. У которого 195 кВт. 3 литра дизель. И он прописан как лимузин. А средний расход 6 литров. А так 6,8 или 5,5 по трассе. Это уже соответствует документам. А выдана лицензия на постройку данного автомобиля в седьмом месяце 2018 года. То есть этот кузов начал строиться с 20-го. Или ему выдали разрешение на постройку этого кузова с 20-го. 07-го 2018-го. У него резина 20-й диски спереди. 245-45 на R20 перед. И 275-40 на 20 сзади. Огромные тормозные диски. Я не знаю сколько они делают, но они большие. И тормозит он отлично. Вообще едет он. Блин, дизель кайфовый. Просто бомба. Я так кайфанул. Я на нем проехал около 100 километров. Ну так классно. Рулится, едет. Вот прям как X7. Я снимал видео X7. Мы делали большой обзор. И я когда на нем катался. Блин, как он рулит. Как он едет. Все подруливает. Все делает. Все за тебя. Вообще делать ничего нет. Здесь то же самое. На полном автопилоте. Также знаки считывает. Так как в BMW X7 уже 100. Потом будет и 70. Вот. Через 200 метров. Да, показывает. Вот он рулится. Споймал зеленый. Да, точно такой же, как на X7. Бомба. Одно из лучших управлений в автомобилях. Это у BMW. На данный момент, я считаю. У Mercedes тоже кайфовая. Но вот почему-то BMW более агрессивная. Оно держит его. На руль ты ничего не можешь сделать. Вот она едет и едет. Консьерж-сервис есть. Может из-за того, что я пользовался только в BMW. Так как ты когда покупаешь автомобиль, у тебя консьерж-сервис практически в каждом новом автомобиле есть. И вот я сейчас выезжал. Я выезжаю. Я знаю, куда мне ехать. Я знаю название фирмы. Это Хобби Верхштадт Лехман. И мы здесь забирали. Ландсберг, Камлейх. У них рядом автомобиль. Думаю, да я заеду в гости. И я просто звоню в консьерж-сервис. Говорю, Хобби Верхштадт Лехман, направьте меня, пожалуйста. А не да, вот здесь. Ландсберг, Камлейх. Да, Графенберг. Да, вот сюда, пожалуйста. И отправил мне в навигацию. Прямо сразу включило все. Я даже не трогал навигацию. Раз и поехал. Я считаю, это круто. Это просто должно... Это помогает. Не знаю, как в России это работает. Но в Европе нам это помогает. У меня в моей BMW в 530 была тоже самая система. И когда ты едешь за клиентом в аэропорт... Ох, какие времена были. Аэропорт, клиенты, да. Сейчас нет. Сейчас автовозы и забирайте. Как будто накаркал тогда. Помните, я хотел говорить машины, автовозами грузить, увозить. И так и есть. Сейчас автовозы нагрузят и забирают. Сами уже не приезжают. Так вот, я когда выезжаю, ты звонишь в консервсервис. Аэропорт Мюнхен. Тынц, минута, и тебя уже направили. Тебе не надо там забивать навигацию, трогать ее. Позвонил и поехал. Консервис, это бомба. Лед фары, причем адаптивные, даже подписано. Адаптив лет. Тоже светит, вырезает, поворачивает. Все круто делают. Мега. Я постарался показать. Я не знаю, видно было там на камере или нет. Какие-то движения. Потому что было темно. Ночью нагнали его. Свет работает хорошо. Сразу включается дальний. На автомате. Он горит. Сразу освещается. И достаточно распыляет так сильно, да, с правой стороны. Сейчас мы проедем на трассу, где меньше машин. Свет четкий, аж просжигает. Класс. Кстати, когда его открываешь, у них подсветка вот здесь вот она. Да? И она светит в пол. Она светит вот так. Это круто. Тоже я считаю. Это просто удобно. Не очень, а удобно. Хорошо сделали. Молодцы BMW. Ну и, соответственно, салон. Электрические сидения, спортивные здесь сидения, некомфортные. Но, но, с обдувом. Такого еще не было, по-моему, нет? Спортивное сидение с обдувом. Зарядка для телефона. Большая навигация и дигитальная панель. И, кстати, в дигитальной панели, знаешь, что мне понравилось? Как он долго заводился. Что мне понравилось? Сама информация. Ты можешь выключить ее вообще. У тебя есть компас, у тебя есть... Ничего нет. Все. Вот. Мне нравится так. Чтобы у тебя цифры снизу не светило никаких. Расход. Расхода мер. Два раза. Компас. Полностью выключаешь. И твой адометр. Он сейчас 28758 километров. Мне понравилось то, что у него есть амбиент. Ты садишься в салон, и у тебя все горит. Все красиво. Все кайфово. Панорама. Я топил на этот руль, но, наверное, со временем начинаешь просто к нему привыкать. И все. Я вот смотрю на него, уши конкретные. Прошлый руль был лучше. Если у тебя нет денег на X6, вот, пожалуйста, X4. Выглядит там круто. Смотри на этот спойлер задний. Ребра жесткости. Раз, два. На капоте. Спереди. Ты когда едешь у него, ты такое ощущение, как будто ты едешь на каком-то бульдоге на таком, накачанном. Вот эти ребра, они торчат у тебя, когда смотришь на капот. Ты едешь в боевом автомобиле. Смотри, какие резкие углы на капоте. Может, у меня сейчас просто такое настроение, мне нравится. Я еду, мне этот капот нравится. Ну, такой угловатый, боевой, мощный, такой ребристый, мускулистый. Так-то вроде, ну, ничего такого. А когда там сидишь, такое ощущение, как будто реально на каком-то спортивном болиде едешь. Так он и едет нормально. 195 кВт он тащит. Он дизель, он прет. Однозначно лучше, чем первый. Однозначно лучше, чем первый, однозначно. Он вырос прямо на две головы. Он рулится совершенно по-другому. Хотя рулится так себе. Опять же, рулится как BMW. Ты его постоянно должен на нем ехать, ты должен рулить им. Twin Power Turbo. Блин, они ее прямо вниз туда. А она внизу теперь турбина. Утопили. Все из алюминия. Это железо. Алюминий, 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 алюминий. Все из алюминия. Вин номер, настойки. BMW топлив. BMW это сила. BMW это спорт. BMW всегда, наверное, было лицестворением, да, автоспорта. Так? Я думаю, так. Понятно, что если сравнивать с его СС-классом, тут никакого комфорта вообще нет. А едет он круто. То есть, если тебе нужно ездить трасса-город, трасса-город, отличный вариант. И если есть немного бездорожья, X-Drive вот этот безнадежный, можешь покупать. Который там бывает сломается при 50 тысяч, бывает не сломается вообще. Но я думаю, к 200 все равно что-то поделать придется с X-Drive. Вот. X-Drive тоже, да, они, знаете, да, здесь, наверное, тоже такая резина. У тебя одинаковый профиль должен быть и сзади, и спереди. Если у тебя будет там, ты поставишь только два колеса спереди новых, а сзади нет, и они у тебя будут там 2-3 миллиметра, то скоро скажешь привет своему дифференциалу, своей раздатке. Не дифференциалу, а раздатке. Короче, для X-Drive мне сказали, в BMW нужна специальная резина. И обязательно менять их, если меняешь, то менять сразу на всей машине. Чтобы у тебя не было вот так вот, профиль здесь, профиль здесь. Наверное, потому что на автобанах это нехорошо. Хотя, по сути, она должна выключаться же, она же не постоянно работает. Не знаю, Quattro уже ездит, почему Quattro ездит все? Почему они так сильно не ломаются, как и X-Drive? По крайней мере, у меня, да? У Quattro всегда одинаковые высота резины и ширина. И? А здесь всегда у BMW, особенно на X-ов, впереди, заметь, она выше, там 35. А, кстати, да. Да, кстати, да. И если ты поставишь впереди 35 и сзади 35, она на счет 15. Да? Да. На X-5 мы уже сделали такое, что, а, ну, посмотрели по передним, поставили, 35. Видишь, только бам. Че это? Начали искать проблему, говорят, так у вас резины не такая. Ммм, хитрые. Мы когда автомобили выкладываем, да, в интернете пишем, там, цены на них, да, вот, например, 60 тысяч евро, да, автомобиль. Мне начинает топить, там, ааа, слишком дорого. А у нас в России, ребят, у вас в России, не у нас в Европе, у вас курс рубля упал давным-давно, в 15-м году. Поэтому то, что у вас там цены, какие цены тут, вы не сравниваетесь. Потому что когда ты пересчитаешь тысячу евро на 90, как бы получишь совершенно другие деньги. Да, если вы, там, покупаете машину за один или за полтора миллиона рублей, а тут за это вообще ничего не купить, то, как бы, это вопрос не к нам, как к продавцам. Я бы тоже хотел, чтобы курс был 50, например. Я бы был очень рад встретить вас здесь, в нашем автосалоне. И чтобы вам передать данный автомобиль. Это другое Porsche. Какая разница, любой из этих автомобилей. Я бы очень рад. Но так как цены совершенно другие, или цены остались такие же, но курс подскочил, в этом мы не виноваты. Поэтому писать о том, что слишком дорого для нас, смысла не вижу никакого. Подписывайтесь на Инстаграм, там выходят новости о наших автомобилях. Прорекламируем Инстаграм, поехали дальше. Че, поехали, прокатимся. Она, конечно, специфически жестковатая, но, наверное, не на каждый день бы ее взял. Вот ты сейчас сидишь, у тебя курточка такая, да, она шелестит у тебя. И вот каждая кочка, ты у меня щик-щик-щик-щик-щик сзади сидишь и трешься, да. И я представляю, если бы я поехал с ребенком, маленьким ребенком, который сидит в маленьком кресле, у нас BMW просто 330-я, и она тоже на спортивной подвеске. И мы поняли, что, ну, это вообще никак. Она трясется, там ее вот так, вот так вот и сидит постоянно. Чисто, может быть, я ездил бы, а вот для пассажиров это не очень комфортный автомобиль. Так для одного туда-сюда сбегать, сгонять, так по-быстрому шик-шик, там, 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 бам. Дела порешал, вернулся, там, багажник что-то загрузил и поехал дальше. Но не больше. Ваше мнение о нем? Я считаю, он вырос, он стал крутым, он стал намного лучше. Поначалу я, ну, можно было бы X6 купить, зачем X4 покупать. Но сейчас все-таки, если выпустили следующий, то, скорее всего, нашли своих покупателей данные автомобиля. И что хочу подчеркнуть, до сих пор мне нравится в BMW, это быстрые кнопки. Вот эти. Блин, как же они удобны в автомобиле. Просто непонятно. Семь быстрых кнопок, которые ты можешь для себя запрограммировать. Согласен, это кайф. Ты у себя пользуешься? Не пользуешься? Нет! У меня 530-я была, я все кнопки забил. Например, Bluetooth. Выключить, включить Bluetooth. Мне не нужно заходить туда, если мне не нужен Bluetooth, например. Когда я разговариваю по наушнику, а он тут. И он переходит в машину, и с машины хуже слышно, чем с наушником. Я могу одной кнопкой его выключить. Я могу позвонить жене с одной кнопки. Ты забиваешь, у тебя же телефон подключен к Bluetooth. Ты забиваешь в своей книге телефон жены, папы, мамы 1, 2, 3. И ты просто нажимаешь на 1, и ты звонишь жене. Ты забиваешь на кнопку 5, например, свой дом, домой поехать. Ты нажимаешь на кнопку 5, и ты доехал до дома. А, ты не знал, да? Бэмвист! У меня 530-я была, я все кнопки забил. И когда консьержсервис работал, я тоже на 1, по-моему, на 6, на 5 сделал консьержсервис. Я нажимаю на одну кнопку, у меня сразу звонок идет в консьержсервис. И мне даже навигацию не приходилось включать. Я говорю, давайте мне туда-туда-туда-туда. Они забивали сами, и я ехал. От этого я кайфовал максимально. Это так круто было. Что вот в Ауди, я не могу сказать ничего об этом. Хотя вот сейчас последний, вот я на ней ехал. Я уже выехал, я поехал. Я примерно знал, куда мне ехать, но мне нужно было поехать на адрес. Блин, ждал долго, пока дозвонился. Они еще там, мы записываем ваш разговор. Да нахер мне это херня, ваш разговор. Записывайте, что хотите. Мне отправьте просто на то место, куда мне сейчас надо. Не, согласны ли вы? Денис Рейм, чтобы мы записали ваш разговор. Вот такая вот. А так это все удобно. BMW для водителя. Самый удобный автомобиль. По фичам здесь, по использованию автомобиля. Ауди максимально комфортный. Я думаю, он самый лучший по езде. Он что-то между Мерседесом и BMW. Он не настолько жесткий. Он не настолько комфортный, как Мерседес, вот этот плавый. Он более настроен на автобан. Мерседес – это комфорт. Ну, соответственно, геморрой, который ты получаешь при покупке Мерседеса. Вот я что могу сказать о BMW плохого? А то, что у него ламда-зонда ломается часто. А то, что у него вылетают эти NOx сенсоры постоянно. Когда вся экология, она вся ломается. Часто бывает. Часто попадает. То, что он жесткий, то, что мне не нравится. Иногда я могу взять машину там на один день, покайфовать на ней и все. Но покупать ради одного дня в неделю BMW X4 или там какой-то другой, я не вижу смысла. А так, по сути, мне BMW очень нравится. Ну, не очень. Мне BMW просто нравится. Как автомобили? Я считаю, они строят, они развиваются. Если посмотреть всю историю автомобилей BMW, то достаточно хорошие, комфортные. В каком-то месте надежные, где-то ненадежные, где-то не получилось. Но мы же даже, если посмотрим сами на себя, да, мы что-то делаем, что-то производим. Я сейчас обращаюсь к тем, не тем, кто сидит, протирает трусы и сейчас напишет какой-то комментарий там. Не знаю, какой комментарий. А те, кто что-то производит, те, кто старается сделать для народа, те, кто старается что-то произвести, всегда есть какие-то ошибки. Ты, блин, даже там сделал одно, понял, что это можно было улучшить, улучшил там, улучшил здесь, улучшил здесь. А тут целое автомобильное строение. Блин, построить автомобиль, и тут у тебя еще сверху там, когда ты пытался там настроить автомобиль так, чтобы у тебя обгазы выходили нормальные, да, как говорит государство, потом тебя еще на миллионы накачивают. Понимаете, да, о чем я говорю? И постоянно нужно улучшаться. И построить что-то хорошее и качественное, блин, это крайне тяжело. Я считаю, они уже сделали круто, то, что мы ездим, максимально безопасно в автомобиле. У тебя кругом аирбэги, у тебя вся защита, у тебя машину там врезать. Они врезают ее несколько раз, проверяют. А раньше, помнишь, на этих каретах ездили? Ты же вообще просто никакой безопасности. Ба-ба! И все, и вынесли тебя ногами вперед. О, про камеру отдельный, да, разговор? Камера-бомба. Я считаю, это лучшая камера, что есть на данный момент. А? А? Вы видали, да? Она поворачивает. В принципе, это в тройке уже было, но все равно, все равно. Пожалуйста, задний. Оп. Это круто. BMW в этом, вот здесь, BMW красавчики. Давайте подведем итог по BMW X4. Едет круто, немного жестковато, хотел бы поменьше. Но, опять же, у нас можно взять другую версию, чтобы она была помягче. Здесь она в M-пакете, человеку нужно было M-пакет, он хотел это для себя. И, соответственно, это получил. Давайте посмотрим цены на BMW X4. 2018 года мы ставим, у нас, конечно, машина 2019 года. И пробег мы поставим до 50 тысяч, например. Ну, опять же, тут свои критерии. Мы выбираем под себя, какой пробег ты хочешь, какой год, какой цвет. Может, для тебя только белый, может, для тебя только красный, для тебя только синий. И все, и больше никакого цвета ты не хочешь видеть. Обязательно дизель. Это не обязательно для вас, но обязательно для меня. Потому что мы смотрим сейчас. Ну, и посмотрим здесь, в 200 километрах, чтобы мне недалеко было ехать. Всего 82 машины. Я не выбирал комплектацию, ничего. И по цене. Пумс. Первый автомобиль начинается 35800. Потом 37600, 38800. Это BMW Center. Нидер, Лассунг, Мюнхен. И 39. А если мы ставим буквочку, заветную, М, стоять, назад, вот сюда, вот так вот, М, то тогда, что мы увидим? Из 82-х, стало 56 автомобилей. И первый у нас начинается 40. И, соответственно, тут началась свистопляска. 42. Диски без подогрева, маленькая навигация. Какая же она ужасная, да? По сравнению с этой. А он даже по сравнению с этой, как-то странно выглядит. Они просто, да, вот это зря, вот как-то надо было более залезать его. Или тут они сделали, чтобы вы понимали, что у вас денег на большую нет, понимаешь? Что будет? Либо как в тройке Г-серии. Маленькая, большая навигация, она вместе с панелью. Тут, конечно, ничего не будет. Если мы сейчас начнем набивать комплектацию, и нам нужны обдувы сидений, то это 20D, а нам 30D надо. Это все 20D. У-у-у, Лайстунг. Давайте 190 киловатт. Киловатт. 190, братан. И остается 27 машин. И вот так вот, понимаешь? Ты постоянно, когда ты спрашиваешь, сколько стоит BMW, пятерка, ты это ни о чем не говоришь. Я всегда говорю, от 10 до 50 тысяч евро. Ну так удивляются еще, почему так? И вот тебе, пожалуйста, результат. Первый мы посмотрели. 37, сейчас мы уже начинаем 40 и выше пошли, да? 30D. А если мы ищем 37 спорт по Кештанхайцунг, Панорамадах? 51 уже. Что у нас тут есть? Подогрев руля есть. Синяя сторочка. Нет обдува в сидений. Большая навигация, что-то они посмотрят. Да, большая. Ну вот, как один из вариантов. На хорошем. Хороших. 35 тысяч пробега. Тоже пробег хороший. Здесь у нас 28. Ну вот, хороший конкурент. 51. И вот ты смотришь. 51. 52. Есть хорошая цена. Это мы взяли 59, по-моему. Что такое? Сейчас вот точно цену не помню. Тоже с подогревом руля. Да. Дигитальная панель. Только другая. А, что? Другая какая-то дигитальная панель. Дигитальная. Но это уже как в G-сериях. Вот это в G-сериях. Как в тройке G-серии, как в 850. Да, да. Здесь тоже. Диглайно. Есть обдув. А это панель как в G-30. Да. 53. Белый цвет. Вот еще у нас есть. Ой, кожур. Я не знаю. Вот мне такая не нравится. Не обдувов опять нет. Короче, чтобы найти машину 61, наверное. Люфт-билюфт, это зицы. Это непросто. Оставляйте заявку на сайте destekar.de. Для этого есть сотрудники, которые ежедневно сидят и смотрят автомобили. И ищут их для вас. Заходим на сайт, оставляем заявку. Заявка уходит. Мы проверяем заявки каждое утро до обеда. Вот. И после обеда уже, в принципе, их. Если вы там после обеда и ждете заявку, нам сейчас ответят. Но, к сожалению, вам не ответят. Ответят только на следующий день. Я кайфанул. И мне вот эта панель больше нравится, чем вот эта вот такая вот. Тебе больше такая нравится или такая? Ну-ка, в комментариях. Ребят, кому больше нравится такая панель, кому нравится, как в новых BMW 8-машках. Мне это больше нравится. Ну что, все, сняли, снято. Посещайте канал. Давайте нашу фразу знакомую всем. Посещайте канал, оставляйте комментарии, подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на канал Live, подписывайтесь на Facebook, подписывайтесь на Twitter, подписывайтесь на Snapchat, там, не знаю, куда. Подписывайтесь куда-нибудь. А лучше прочитайте книжку. Полезную какую-нибудь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok